Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. По понедельникам на радио выходят новые выпуски моей программы с книжным обзором. Каждую неделю вместе с авторами книг, бизнесменами, общественными деятелями, любителями читать знакомим вас с современными книгами в программе «Да». Сегодня в студии Юлия Петеримова, участник велоклуба «Байк энд трип», участница веломарафона на 200 километров. Юля, привет! Привет! Сегодня мы представляем книгу кочевницы, писательницы, спикера TEDx и прототипа главной героини художественного фильма «Поехавшая» Анна Смолина «От чего дома сидеть? Вольный поход. Книга первая. Дилетант. Рекомендованный возраст 18+. Юль, как тебе вообще книга? И учитывая того, что я не смогла просто так пройти, увидев твой красивый, красивую фотографию, где была в одном антураже книга, я тебе сразу же решила писать. Юля, очень хочу с тобой представить книгу. Я в восторге от книги. Мне прям близко это было. Я сначала увидела фильм, и потом я не знала, что это на реальных событиях, что существует действительно вот такая Аня Смолина. И потом велодрузья мне рассказали. Я сразу же начала искать эту книгу. И мне было очень это близко, потому что мы тоже ездим в велопоходы. И все ситуации, которые у неё были в книге, что она рассказывала, что было в фильме, это всё знакомое, всё родное, и поэтому эмоции такие и слёзы трогательные, и какой-то смех, и прям очень родное. Вы сначала большую компанию посмотрели фильм, да? Да. И потом большой компанией скупили все книги. Нет, книгу купила я одна. Я её искала очень долго. Ещё и с автографом. Кстати, у Юли книга с автографом автора. Да, с оригинальным автографом, цветной печати. Сейчас уже таких нет в продаже. Вот цитата из книги. «У каждого своя личная история прихода в велотуризм. В какой-то момент автора книги всё достало. Несложившаяся личная жизнь, разнокалиберная лицемерия мегаполиса, в котором забываешь себя и начинаешь работать на шмотки и гаджеты. Семьи нет ни своей, ни с любимым мужчиной и детьми, ни той, в которой обычно бывают мама и папа. Последние 20 лет всегда одна. Из-за этого в душе дыра». Вот так Аня описывает своё состояние перед тем, как отправиться в очень-очень длинный путь. А как у тебя получился приход в велотуризм? Как это? Такая любовь произошла. У меня вообще на удивление, у меня даже в детстве не было велосипеда и не было интереса к этому. Никогда. И, наверное, лет вот в 25 у меня есть семейная пара, друзья. Они оба катаются на велосипедах. Сейчас мы тоже вместе ездим. И я вот на них посмотрела, думаю, ну, интересный велосипед. И они как раз уезжали на море. И вот у меня у подружки муж сказал, что «давай я тебе оставлю велосипед, попробуй покатайся. Если тебе это нужно, купишь там себе велосипед». И вот с этого началось. Я очень благодарна. Я меня так зацепила. И потом вот я съездила в велопробег до Рая и обратно, и всё. Там уже возврата нет. Ну, учитывая того, что ты уже 7 лет, да, эта любовь у тебя. А ещё по каким местам ты смогла докуда добраться на велосипеде? Мы ездили в Казань. Ну, это у нас было с заброской на машине. Мы доезжали на машине до Казани и там катались. Ездили в Свияжск. Ездили у нас по области. Ну, наверное, уже всё искатали. Я вот тут как раз друзьям говорила, что куда ещё поехать? Всё, мы изъездили. Хочется что-то новое. И у нас, кстати, намечается как раз майские праздники. Мы едем на четыре дня в поход. Тоже у нас получается. Ну, в принципе, по области мы съездили всё. Было ощущение, когда ты читала книгу, что вот очень похожа жизнь главной героини на людей, которые увлекаются этим велотуризмом? Что точно так же вот эти же ощущения, эти же трудности возникают? Да, просто однозначно. И когда я фильм посмотрела и прочитала книгу, мне это было очень родное. Все ситуации. И у меня друзья все знают, что когда я катаюсь на велосипеде, я люблю какие-то грунтовые дороги, мне не страшно залезть в какую-то грязь. И вот когда рассказывалось, как она там по грязи лезла, я прям смотрю, думаю, моё родное, да? Так что очень близко. И я думаю, что это каждый велосипедист найдёт для себя что-то своё в этой книге. Снова цитата из книги. Про трудности, раз мы заговорили. Автодорога — это не курорт. Нервная система на отдыхе. Глаза 70% смотрят в зеркало. Оцениваешь, кто едет сзади, сколько их, каких размеров, как быстро приближаются, объезжают тебя и прижимаются. Это один из самых сложных моментов езды на трассе или ещё с чем-то вот таким же непростым встречаетесь? Наверное, да. И тут, если слушают нас водители, мужчины, хочется сказать, что когда вы видите девочку-велосипедиста, не надо агрессивно. Ну вот у нас очень часто именно к девушкам-велосипедистам такое агрессивное отношение. Мы пугаемся. Всё равно, когда ты едешь, большая фура проносится, и она возьмёт тебе ещё и бибик. Нет, это действительно страшно. И очень часто водители, ну, не любят, у нас ещё не привыкли так к велосипедистам. Часто прижимают, поэтому хочется попросить, что будьте добрее к нам. Может быть, есть какие-то там рекомендации, что это книга, рекомендации для тех, кто начинает свой путь в велотуризм, или кто опытный уже, чтобы прочитать книгу? Мне кажется, да, у неё выдержки именно из блога. Я думаю, что это будет интересно всем. Это будет как и вдохновение для кого-то начать, не бояться. Точно так же, как это для меня стало, что в этом году мы с мужем решили поехать именно по Дагестану на велосипедах. Хотя до этого я боялась, что я не смогу такие подъёмы. Но вот меня это и фильм, и книга вдохновили, что она смогла, и я смогу тоже. Ну и то же самое. Это будет интересно тем, кто давно катает, путешествует, просто вспомнить свои какие-то походы, потому что когда ты читаешь, ты вспоминаешь свои случаи с улыбкой, и это здорово. Юль, спасибо большое. У нас есть традиция в программе. В завершении вопрос следующему гостю задаёт тот, кто был в прошлый раз на программе. Вопрос от Анны Стрижовой звучал так. Если бы вы сейчас с высоты своих прожитых лет и опыта выбирали профессию, что бы вы выбрали? Наверное, я бы выбрала сферу туризма. Я сейчас понимаю, что у меня у мужа есть велоклуб, вот как раз пайк-н-трип, и чаще всего организацией всех вот этих вот походов, поездок, ну чаще всего я занимаюсь, и я понимаю, что мне это очень нравится. Если бы это была бы ещё моя работа, то это было бы очень здорово. А теперь твой вопрос следующему гостю. Был ли в вашей жизни такой момент, который поменял всё, и ваши взгляды, вашу жизнь, может быть, как-то перевернул? Спасибо большое. Пожалуйста. Сегодня мы познакомились с книгой Анны Смолиной «От чего дома сидеть?» Вольный поход. Книга первая. Дилетант. Когда люди не боятся идти по зову сердца, это всегда приводит их к чему-то значимому и прекрасному. Слушайте своё сердце и доверяйте ему. Оно подсказывает путь. С вами были Ксения Шамова и Юлия Петеримова в программе «Да». Да. С Петеримова в программе «Я.Конка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова С Петеримова